Всем привет! В продаже интересная бритва из таких, которые я сам коллекционирую. У меня есть дубль точно такой же бритвы. Это клинок от компании Imperial Razer Co. Довольно известная компания, выпускавшая коллекционные вещи на рубеже веков 19 и 20. Вот их клеймо Imperial Razer Co. Зарегистрирован товарный знак 20507 Германия. Компания сама по себе американская. Уже много раз о ней рассказывал в предыдущих роликах на канале. Владели ей четыре брата. У одного из них был завод в Германии. И там он делал бритвы для остальных братьев в Америке. Бритвы отличаются интересными гравировками. Это глубокие полноценные гравировки на различные актуальные в те времена темы. У данного экземпляра гравировка с пароходом Лукания. Тут можно видеть сверху надпись Imperial. Чуть ниже надпись SS Lucania. То есть Steam Ship Lucania. Этот пароход был очень популярен в конце 19 века. Американцы знали его, любили, пользовались. Пароход был построен в 1893 году в Англии, в Ливерпуле. И совершал трансатлантические рейсы в Америку. То есть у него был путь Ливерпуль-Нью-Йорк, насколько я знаю. Он был самым быстрым на свое время и самым крупным. Вмещал 2400 пассажиров. И мог передвигаться со скоростью близкой к 40 км в час. Ну то есть 22 узла. В 1895 году он заслуживал награду «Голубая лента». Эту награду до сих пор выдают самым быстрым судам, которые пересекают Атлантику. В 1895 году Лукания пересек Атлантику за 7 дней. Это считалось рекордным результатом. И несколько лет он держал пальму первенства. Также интересно, что на этом пароходе была впервые, вообще впервые в мире, в морском деле, использована система беспроводной связи. Это была система Маркони. То есть могли передавать радиосообщения, новости транслировать для людей. Ну и всякое такое. И пароход такой был довольно богатый. У него была интересная отделка. К сожалению, фотографию внутреннего оборонства не сохранилось. Но есть много газетных статей, где об этом рассказывалось. Он был богато отделан дубом, тканями, в таком викторианском стиле, как тогда любили делать и корабли, и поезда. И им регулярно пользовались разные люди. Повторюсь, тут 2400 мест было. Пароход плавал довольно долго. Принимал участие в Англо-Бурской войне, которая в Африке проходила в конце 19-го или сам начале 20-го века. И плавал вплоть до 1909 года. После чего уже стал неактуальным. Появились более крупные корабли. Например, там буквально еще чуть-чуть и спустили на воду Титаник. И его поставили на прикол в доке Ливерпуля в 1909 году. И там случился пожар буквально спустя месяц после того, как пароход встал. И он весь загорел. Такая вот история. Но пока он плавал, он был очень известен, очень популярен. На нем очень много писали. Поэтому компания Imperial Razer Co. Также посвящала какую-то партию своих бритв именно этому судну. Вот такая вот небольшая история. А что касается самого клинка, как такового, ну тут отличное состояние. Это из моих, из моей коллекции бритва. Вот у меня есть такой же точно дубль. Здесь хорошая геометрия. Бритвы особо никто не пользовался. Она после минимальной реставрации. Здесь все аккуратно. Следов времени, как таковых, здесь нет. Легенький сатин. Правильная полировка. Без разборки здесь все сделано. Здесь оригинальные пины. Оригинальная ручка из черного эбонита. Ну такой черно-коричневый, пятнистый. Вот здесь все в отличном состоянии. Вот выборка здесь близкая к половинной. Вот такая между полной и половинной. Носик с характерным скосом. Ну Imperial, они в принципе практически все одинаковые. У клинков был одинаковый дизайн. Вот и... Ну как бы они практически все в едином форм-факторе выпускались. Что касается стали. Здесь использовалась практически всегда шеффилдская сталь. У меня и самые первые образцы Imperial Razor. Которые были помечены всегда как шеффилд. Сделаны в шеффилде. Вот более поздняя здесь стоит метка Германия. Ну, потому что так надо было ставить по законам времени. То, что финальную обработку клинок проходил именно на заводе в Германии. Вот сталь очень интересная. Она очень чистая. Это так называемая белая сталь. Здесь минимум примесей. Вот. И у них великолепный рез. Это как бы те клинки, которые я сам всегда собирал. Практически с самого начала, как начинал увлекаться клинковыми бритвами. Вот. И, ну, они такие уважаемые, в принципе, во всем мире. Среди коллекционеров и среди тех, кто просто бреется бритвами. Вот. Рез, ну, сложно охарактеризовать. Как по мне, оптимальный. То есть, бритву чувствуешь. Она не бесшумная. Она немножечко хрустит. Вот. Бритву чувствуешь при бритье. Но рез довольно деликатный. Вот. С обычными немками не сравнить. Это не такая твердая, агрессивная, каленая сталь. Сталь более мягенькая. Напоминает сталь на англичанах начала 20 века. То есть, скорее всего, где-то... Ну, у меня нет информации, где братья Кастера заказывали заготовки. Но большая вероятность, что на одном из известных заводов Англии. Вот. Также в комплекте оригинальный футляр идет в комплекте. Футляр не модельный. Здесь просто универсальная надпись Extra Hall Ground. Так называли тогда такую выборку, которая была на этих бритвах. Это, кстати, считалось экстра выборкой на конец 19 века. Вот. Поэтому на футлярах они вот такое вот писали. Иногда у них были модельные футляры у Imperial. Вот. Иногда просто универсальные. Где стояла цена 3 доллара. 3.50. Тари там по-разному было. И Extra Hall Ground. Fully Warranted. Ну, чехол, в принципе, в хорошем состоянии. После небольшой реставрации. Вот. И на финал покажу, как она тесты проходит. Внутри тоже все чисто, естественно. Все аккуратно. Вот. И кому интересно, пишите. Контактные данные всегда указаны в самом видео и под видео. Imperial. Интересно. У меня их, наверное, штук 30 уже. Не знаю. Давно не пересчитывал, не пересматривал. Вот. У них было с кораблями несколько различных вариантов. Там и боевые корабли были. И вот такие вот гражданские лайнеры. Вот. В основном такие вот трансатлантические. Которые возили людей туда и обратно. Через Атлантику из Европы. Ну, и также у них были гравировки на разные актуальные на те временные темы. Это и всемирные выставки, которые в Америке проходили. И просто какие-то вот такие вот чудеса науки, техники. Например, первые автомобили. Еще всякое. По тестам как-то так. Все. Кому интересно, обращайтесь. Клиночек в продажу.